И всем привет, ребят, с вами Строманки. Сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Сегодня у нас на повестке дня обзор на одну очень интересную пушку, которая у нас поменялась в балансе, которая стала супер быстрой, но с меньшим уроном. Это пушка молот. Сегодня поговорим о ней, скатаем на ней, ну и протестируем, на мой взгляд, как одно из, а может быть даже и лучшее устройство на статус эффекты на сегодняшний день на пушечку молот. Катать мы будем сегодня с викинга молотом по дрону. Давайте, наверное, останемся на дефолтном кризисе. Ну и возьмем как раз таки молота с пробитием. Именно это обновление, как по мне, очень сильно повлияло на баланс молотовых устройств со статус эффектами. Если до этого я к ним относился довольно-таки спорно и особо не обращал на них внимания, то после этого обновления я с уверенностью могу сказать, что молот со статус эффектами стал совсем на другом уровне в нашей игре. И сейчас по балансу он выглядит очень и очень круто. Поэтому попробуем все это дело реализовать. Я, честно, на нем не играл, но спрашивал у вас, видел фидбэк в комментариях, видел фидбэк на стримах, ну и видел, как ребята используют этого замечательного молота в матчмейкинге, и как он работает. И сама идея, в принципе, мне тоже очень сильно нравится с точки зрения того, что молот наносит статус эффект и при этом очень быстро перезаряжается. В моем случае это эффект пробития, то есть вы отключаете противнику ДАшку, отключаете резист и можете моментально быстро его слить, если противник находится под статус эффектом и не нажал аптечку, либо не имеет иммунитета от пробития. Также можно использовать иммунитет от Эми, вернее, не иммунитет, а устройство с Эми статус эффектом, можно использовать устройство с оглушением, но в моем случае мне кажется, что именно пробитие выглядит более интересно. Но если вдруг сейчас у нас попадется хорошая карта, просто я две карты уже перепикиваю, потому что это джиггернаут, а у нас молот с статус эффектом и по джиггернауту нет никакого смысла настреливать с него, то мы как раз таки и попробуем реализовать этот замечательный молот в зависимости от того, что у нас будет по иммункам у противника. То есть если сейчас будет много иммунитетов от пробития, то я возьму молота с Эми, но если не будет, то я сыграю как раз таки на этом замечательном молоте. Закидывает нас на Дюссельдорф, не самую маленькую карту, ну и при всем этом нас закидывает в режим осады. Постараемся поконтролировать вражеский респ, попушим противника, ну и посмотрим вообще как работает статус эффект, да, насколько часто вообще он вылетает. Вот, например, у меня сейчас должен был быть статус эффектик, но он работает чисто по третьему выстрелу, ну и плюс дополнительно, я так понимаю, скрита. А, тоже этот статус эффект должен появляться. Что у нас с противником, я немножко не понимаю, почему особо большого количества у нас противников нет на карте. Так, по двоим сразу статус эффектик нанес, но, к сожалению, противничек сомничтожается, и я подрывником ухожу на респаун. Вроде как это выглядит тоже проходная карта, без особых проблем. Можно, конечно, с этим молотом играть и по другой схеме, например, вот так вот разряжаете два выстрела, катите с последним выстрелом и наносите как раз-таки пробитие по танку. Дальше у вас очень быстрая перезарядка, и вы с перезарядки уже добиваете так же быстро оппонента, да. То есть можно играть и в такой стиль, да. Можно играть и в тот стиль, в который я привык играть на дефолтном, так сказать, молоте, да. И также не вижу пока что критов, но вроде как криты у этого молота тоже должны быть, да. То есть он должен носить еще статус эффект критическим выстрелом. В моем случае статус эффект именно пробития, да. И как раз-таки у меня в этом плане должно быть больше интереса и дополнительного преимущества. Но как перезаряжается быстро молот, это, конечно, просто безумие. Да, с такой скоростью перезарядки, конечно, нужно просто ловить вкусные тайминги, ловить овердрайвы, например, того же викинга, да. И просто спокойно разваливать на этой замечательной пушке. Потому что в таком балансе, в котором она сейчас имеется, мне честно, она очень и очень импонирует. Ну и сама идея быстрой перезарядки выглядит тоже очень и очень круто. Ну и самое главное, да, например, если была у нас проблема в игре с точки зрения того, что, например, я играл с молотом с адаптивкой, да, после обновления, да. И то, что, ну, не было абсолютно никакого смысла играть на молоте с возможностью полной перезарядки баллона, да. То есть, либо без кулдаунного баллона, если вы делаете киллы. В том случае, если у вас, ну, просто-напросто за этот баллон в сумме меньше трех, вроде, тысяч урона, да. Либо есть три тысячи урона, да, по ДАшному танку, но этого все равно недостаточно. Да, то есть, этого все равно мало и вам не хватает. Так, ну а что касаемо данного боя, у нас тиммейты все стоят контролируют точки. Я, ну, не вижу особо никакого смысла стоять на точке и зарабатывать очки. Хотя можно было бы тут, наверное, какое-нибудь первое место забрать. Давайте я все-таки хочу сделать, наверное, более быструю досрочку, да, поэтому, ну, чуть больше пушу. О, вот крит как раз-таки залетел. Криты есть все-таки с пробитием, да. И это может крит как раз-таки сбивать дополнительную аптечку. Ну и давайте, я думаю, что если мы сейчас быстро так докатаем эту катку, то запикаемся и сыграем еще один бой. Желательно только, чтобы у нас была какая-нибудь не супер большая карта, но вообще, в принципе, кроме средненькая, да, может какую-нибудь ЦП-шечку вкусную. И было бы очень и очень круто. Пишет, стримлю ли я. Так, ну а у меня видеоролик. Так, хороший, хороший урончик. Ну и вот этот молот, да, то есть с викингом. Но вот когда ты под овердрайвом с такой скоростью наносишь урон по противнику, это, ну, нереально жестко. Это очень сильно, да. То есть я прям, вот когда первый раз катал на викингомолоте с бландербасом, это был мой мега донатный аккаунт. Я просто офигел, да. Я просто офигел от того, как он дает. После чего бландербас у нас поднерфили. Хотя, я думаю, что в ближайшем будущем я по поводу бландербаса запишу видос, да, и выскажу все, что случилось у нас с ним. Да, ну, а что касаемо самой пушки, самого молота, то вы сами все видите, да, насколько круто, эффективно работает эта замечательная пушечка. Попробуем сейчас еще подпушить оппонента. Хотя, мне с тобой далеко, наверное, не дадут заехать. Поэтому стоит, наверное, прожиматься где-то тут, да. Урон маленький, если без ддшки, да, но этот урон очень-очень быстро наносится по противнику, поэтому вы даже, если там вот смотрите на цифры, они маленькие, думаете, блин, что-то молот маловато урона наносит. 20 киллов, просто 20 киллов с этой катки. Максимально быстро. То это неверное утверждение, да, и вообще мысль о том, что якобы молот с увердравем вносит маленький урон. С такой частотой наноса выстрелов, да, вы мега жестко уже в плюсе, да, потому что вы, если даете критический выстрел, стычки, то, грубо говоря, считайте, что вы уже автоматически сливаете там один танк, либо там, если кучность хорошая, то там два танка может залететь. Это всегда работает в плюс, да. Поэтому я думаю, что самое главное, чтобы скорость не понерфили, да, потому что, зная нашу игру, то с викингом, например, могут взять и занерфить эту скорость, чтобы не так быстро все это дело летело. Но, надеюсь, что ничего подобного рода не произойдет. Если не произойдет, то будет все очень и очень хорошо. Ну и что самое главное, что статус эффект пробития работает на довольно длительный период времени, соответственно, вы успеваете перезарядить полностью кассету и дополнительно наносить урон по противнику, да. Так, что у нас касаемо иммунитетов? Я, если честно, не разбираюсь в этих иконках. Вроде как от меня один иммунитет, да? Вроде как один. Я правильно все понимаю. Вроде как от меня один иммунитет у противника. Так, пробития наносим. Аптечкой сразу пробитие молодой человек снимает. Ну и мы просто подпушиваем, да. Почему статус эффект лучше сейчас адаптивной перезарядки, да? Если вдруг я еще неправильно высказался, да? То есть, ну я уже сказал как бы по поводу этого всего дела, да? И вот, например, если вы играете с пробитием, либо с любым статус эффектиком, и вы такое думаете, блин, так я особо плюсы никакого не получаю со статус эффектом. Но поймите правильно, сам молот в, ну просто, дефолтном балансе на сегодняшний день, это уже очень хорошая пушка в мете, да? И то, что вы, например, раньше могли с адаптивной перезарядкой играть на полном баллоне, то, грубо говоря, сейчас с этой же самой адаптивной перезарядкой у вас настолько быстрый перезаряд залпа, вам не нужно бояться то, что вы уйдете на перезарядку, да? Соответственно, нет никакого смысла использования адаптивной перезарядки в моем понимании, да? Потому что и так перезарядка быстрая. А вот как раз-таки использование статус эффекта дополнительного какого-то, да? В моем случае, например, это пробитие, можно использовать также эми, можно использовать даже оглушение. Оно намного эффективнее, да? Поэтому, если вы еще катаете на адаптивке, то мой вам совет, самое время взять пробитие, взять эми и попробовать прочувствовать вкусный, замечательный молот, который может очень и очень плотно разваливать оппонента. Так, ну настолько быстро все было, что я даже кусал, грубо говоря, выстрел в молоко. Так, ну и пока что мы контролим две точки, и две точки контролит противник. Нам бы вообще по-хорошему постараться бы сделать здесь досрочку. Да, досрочка в этом бою была бы очень неплоха. Давайте просто жму с нейтры овердрайв. Ой-ой, ничего себе. Блин, не успел развернуться хантера. Овердрайв я, конечно, не прочитал, что молодой человек может мне вот так вот взять и в лоб нажать. Но в любом случае неплохо пойдет. Чуть-чуть раскрутились, уже неплохо. Ну и у меня, к сожалению, нет вот этой привычки постоянно оставлять последнего молота в залпе, чтобы наносить статус эффект, так как я с этим молотом относительно мало играю. Если бы я поиграл бы побольше, то я думаю, что я бы принадлоровился как раз-таки на постоянной основе оставлять вот этот последний молот, чтобы наносить статус эффект и дополнительно сразу сливать оппонента. Так, ну а нас, по ощущениям, начинают тут ноги булить. А противник въезжает здесь. Пазу, блин, третий молот со статус эффектом просто в молоко дал. К сожалению. Так, ну и надо как-то контролить. Контроль точки. Есть у нас, по ощущениям, все шансы здесь выигрывать эту катку. Единственное, это то, что нам просто надо ну, чуть больше въезжать, наверное. Противничка, чтобы наши тиммейты тоже чуть-чуть больше подпушивали тогда. Все будет выглядеть намного-намного приятнее и круче. Потому что викинга молота, ну, для такой карты я считаю, что довольно круто подходит. Плюс еще, не забывайте про то, что вы ваншотите легкий танк с кризиса, с ддшки. Да, это тоже очень и очень вкусный бонус. Да, которого, например, у вас не будет с другим дроном. Поэтому в моем случае это тоже окупается и выглядит круто. Так, ну а точки пока что противник у нас все пытается захватывать. Пытается контролировать. Сливаем эту лодово. Меня тоже довольно быстро здесь сливает. Возможно, стоит поменять резисты. Может быть, у меня тут по резистам не совсем круто все стоит. Это вроде молоты, громы. Ой, ну да, громы. Громы, скорпионы есть. Вроде как пойдет. Резистик мой. Вроде как неплохой. Но все равно накидка очень-очень плотная. От противника на постоянной основе залетает. Но по точкам мы плюс-минус сохраняемся на одних и тех же позициях. Так, противничек начинает ехать. Так, пробуем. Хорошо, 3 килла есть. Переключал его. Офигеть. Вот вы видите, на что способен этот молот под овердрайвом викинга. Просто 6 молниеносных, мгновенных, я бы даже сказал, киллов. Просто это очень жестко. Вот и это все работает, ну, с дефолтной даже пушкой молот. С дефолтной. Да, то есть вы можете вот настолько быстро въезжать, настолько быстро накидывать этот бешеный урон по оппоненту. И вот так вот очень простенько, эффективно реализовывать свою замечательную пушку. Так, пробитие хоть и нанес, но все равно улетел на респ. Так, наши тиммейты до сих пор контролят постоянно только 3 точки. Могли бы попытаться захватить бы четвертую, тогда бы у нас бы уже бы счет пошел бы намного-намного быстрее. Намного быстрее мы бы начинали бы набирать отрыв. Ба, ну, под овердрайвом очень круто. Прям мега круто, я не знаю. Это такие эмоции. Очень божественно, когда ты можешь просто вот так вот в моменте шестерых уработать за пару там секундочек. Ух, креточек вкусный залетел тоже. Крикарно, по 3,5 креточек. Резистов от молота особо нету. Вот для меня, если честно, тоже как-то очень странно, потому что молот стал очень сильным. Мега сильная пушка. Да, и это даже вне зависимости от устройства. Да, ну, за исключением адаптивной перезарядки. Мне она не нравится в этой мете. А так вообще супер шикарно. Супер шикарно. Так, шар кидает молодой. Я кидаю пробитие по хантеру. Здесь вы как бы и саппортинг тиммейтам тоже можете давать за счет наноса статус эффекта. Если вы так не добьете, то тиммейту дадите пробитие противника, и он как раз таки его тоже доработать сможет. Поэтому в этом плане все тоже очень-очень неплохо. Ну, главное, чтобы, конечно, иммунитеты не попадались, когда ребяточки с иммунитетами, то не все так приятно, не все так вкусно, не все так круто и не все так быстро. 700-ка у меня практически уже есть. Ногердрайва у нас, к сожалению, на этой карте на центре не падает. Но в любом случае сейчас мы свой Оуди попробуем реализовать. Попробую опять, наверное, через центр вжаться. На хорошем тайминге влетело его сделать. Плюс-минус так, наверное. Давайте выжимаем. Хорошо, хорошо. Шикарно. Четыре танка. Ну, грубо четыре, потому что четвертого не успел добить. Ну, там я уже даже не хотел на ДАшку переключаться, выживать. Больше, в принципе, зону быстро прочистил. Можно было, конечно, попытаться там чуть подольше пожить. Чтобы, может быть, парочку бытипов я бы слил бы. Но в целом неплохо. Пойдет, 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 пойдет. 38 киллов. Шесть минут до конца у нас. На 60 тут можно выйти смело. Ну, и вообще по очкам, если сравнить, у меня 800-ка. У противника первого 450, у нас у второго 350. Да, при этом я записываю видос вечером, когда у нас играют номинально самые сильные игроки в ММ. Да, то есть, ну, под вечер всегда, с точки зрения скилла, у нас в матчмейкинге играют более скилловые игроки. Поэтому я считаю, что это очень и очень уже неплохой результат. Так, поэтому Викингу я наносить не хочу урон. Потому что у него, во-первых, иммунитет, во-вторых, у него резист. Мне невыгодно по нему кидать. Ну, и пять минут до конца. Вообще, есть возможность выйти на какие-нибудь там 1300, наверное. Если еще две оверки успею прожать. И хорошо их раздать еще. Не просто прожать, а хорошо их прожать. То было бы вообще великолепно. Так, иммунитетик сработал у противника. Этого я бить, как я уже сказал, не хочу. Ну, ладно, давайте. Оп, хорошо, с пробитием. С пробитием за счет криту. Криточка дополнительный урончик залетает. Шикарный. Супербомбово. Классно. И еще дополнительное пробитие. Ух, я испугался. Птичку прожал. Ух ты, ничего себе. А под критом-то расстояние у молота-то очень неплохое. Очень неплохое расстояние. Да, и по привычке, знаете, когда у меня последний молот остается, хочется его разрядить просто в молоко. А здесь-то его разряжать не надо. Здесь как раз-таки в этом последнем молоте вся фишка. Весь этот дополнительный статус-эффектик срабатывает. А мне все время хочется его просто разрядить. Да, и вот видите, я до последнего не разряжаю. Хотя это стоит делать. Да, то есть, поэтому старайтесь всегда использовать на максимум свое устройство. Перезаряжайте торпеду. Да, чтобы у вас как раз-таки эффективность ваша была намного выше и намного лучше. Так, викинга гром прожимается. Отличное ему пробитие нанес. Слился сам. Так, ну попробую сейчас, наверное, раздать оверку. Как раз-таки опять с центра. На центр противник особо внимания не обращает. Просто когда ты прожимаешься, то у тебя есть чуть больше пространства, можно так сказать. Так, пробуем вот этого слить еще. Отлично. И раскрутиться. Не успел по еще одному. Чуть-чуть как-то противник потерялся по карте. Чуть-чуть не успел я среагировать. Так, ну и здесь ройчик мне тоже залепливает. Три с половиной минуты до конца. У нас тысяча очков. Уже 50 килов в этой катке. Хороший результат. Уже. Уже хороший результат. Но можно сделать и получший результат. Можно сделать, попробовать еще круче цифры. Так, ну и въезжаем тоже в точки, да. В контроль точек въезжаем. Стараемся забрать точки у противника. Так, и меня еще рейса уносит. И с чем это рейса играет? Макалиберка, наверное. Рейс сейчас матчмейкинги стало намного больше. Они стали тоже более актуальны. В плане реализации, как пушка. Блин, ну и самое крутое, что можно пробить и отдать сразу по двум-трем танкам. Если чуть дистанции взять. Но как раз таки это все дело шикарно тоже залетает. Так, еще один овер у меня точно железно будет. Да, но нам надо стараться контролировать точки. Потому что пока что у нас не все так гладко, не все так ровно. У нас стараться контролить три точки. Тогда будет все у нас великолепнее. Пше, пше, пше. Может быть даже будет поставить... Ух, какой крит сочный. Постараться может быть даже лучше забрать все пять. Так, попробуем сейчас кому-нибудь нанести статус эффект. Хорошо. Вот тут эффектик есть. Дорабатываем сразу. Блин, ну как он быстро перезаряжается-то? Просто жесть. Вот это перезарядка молота. Вот это перезарядочка молота прямо. Вот реально крутая, эффективная перезарядка молота. Так, точка слетела. Две на стопе. Две на стопе и наши пытаются забирать. То есть они не забирают свои точки, пытаются забрать наши базовые. Что за гениальные муфы? Я не знаю, честно говоря. На 90% овердрайва. Отличный шар летит от тиммейта под противника. К сожалению, последнего молота разряжаю в молоко. Пробуем забрать точку. Меня пытаются тоже дополнительно еще тиммейт вылечить. Торопиться, ладно, не будем с этой овердрайв. Попробуем сейчас через центр уехать. Ну, вроде как победа должна быть у нас в кармане. Потому что три точки мы постоянно контролируем. Трех точек у нас сейчас-таки достаточно. Так, прожимаемся. Главное здесь себя не слить. Отлично. От стены тоже можно что-то попробовать, если три точек залетит. Ну, в принципе, три танка на выпуши пойдет. Почему нет? Главное, что я все эти оверки старался быстро прожимать. Без особо там раздумий каких-то. Чем быстрее вы жмете овердрайв на викинге в матчмейкинге, тем больше вы овердрайва в целом за катку сможете прожать. Чем больше овердрайва в прожмете, тем больше как раз-таки пилочков в сумме и сделаете. Именно так вы должны размышлять на этом замечательном корпусе. 1400 очков у меня. 800 у первого противника и 700 всего лишь у нашего второго. Офигеть, если честно. Я сказал, что я играю вечером. Я реально играю в 8 часов вечера. Но в это время должны быть в матчмейкинге просто мега сильные игроки. А по итогу как-то и не чувствуется. 66 киллов. Офигеть. Очень хорошее количество киллов для такой катки. Да, то есть, если молот может с обычным пробитием давать по 70 киллов и от него нет практически резистов. Но я считаю, что это прям очень сильно. Это очень сильно. 4600 за такую катку. 5400 опыта. Очень хороший бой и очень и очень хороший результат. Как-то так. Как-то так. Пишите, что вы думаете по поводу нового обновленного молота. Обязательно поддерживайте данный видос лайком. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну и также не забывайте, что прямо сейчас проходит розыгрыш на 1 миллион кристаллов, на 300 тысяч танкоинов. По моему личному тегу, который можно установить в настройках игры в аккаунтике. Мой личный тег, это тег ТМП. Устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 300 тысяч танкоинов. Вся информация по розыгрышу есть в описании. Ну а вы сообщите информацию по поводу этой пушки. И быть может, вы знаете лучшее устройство на нее на сегодняшний день. Поэтому напишите, мне будет очень интересно почитать комментарии. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.